Подведены итоги студенческого литературно-творческого конкурса «Огонь победы в памяти поколений», организованного Департаментом по молодежной политике Казанского Федерального Университета. Более 8 тысяч конкурсных работ, 218 лауреатов, 30 победителей. Такой размах приобрело мероприятие, основанное на патриотизме и памяти молодого поколения. На сегодняшний день для молодежи очень важно высказать свое мнение и свое отношение. И здесь, мне кажется, сложнее большой команде жюри, потому что прочитать это более до нескольких тысяч работ, и из них по разным номинациям определить лауреатов и победителей, конечно, это гораздо сложнее. Каждый участник смог найти близкую для себя номинацию. Например, «Великая отечественная война в судьбе моей семьи», где конкурсанты делились историями своих семейных героев. Или же номинация «Женское лицо войны», которой студенты напоминают, что победу подарили не только солдаты. Для участников из разных стран СНГ тема «Великой отечественной войны» не стала чужой. Сегодня в рамках церемонии награждения вы видели, что и лауреатами, и победителем становились студенты из разных стран, которые обучаются в нашем университете. Вот и для Акмалу Вайдулаева – студенты Института международных отношений, чьи корни уходят в Азапикистан. Конкурс стал как возможностью попробовать свои литературные силы, так и отдать дань памяти Великой отечественной войне. Ну, естественно, тематика из тех, которые вызывают, возможно, наибольшие эмоции, особенно, можно сказать, у таких народностей, которые сообща, ну, я сам по своему этносу узбек, и также поддерживаю во многом те мысли, с которыми советский народ шел в бой. Поэтому, конечно, я также сопереживал, сочувствовал. У Вайдулаев стал победителем в номинации «Письмо солдату». В конкурсной работе студент обращается в стихотворной форме к своему сверстнику. Я сравниваю те подростковые условия, которые где-то его окружают, и те, в которых я нахожусь. Я даю ему дань памяти, признавая его во многом преимущество моральным в плане его судьбы. Каждый студент ежегодно может принять участие в конкурсе «Огонь победы в памяти поколений», чтобы раскрыть свои литературные возможности на основе такой важной для всех темы. Наталья Жирнова, Александр Кузнецов, Универньюз.